Код неисправности OBD2 Техническое описание – низкий сигнал в цепи клеммы генератора L Что это означает? Это общий диагностический код неисправности DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать, но не ограничивается, автомобили Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Sprinter, Land Rover, Kia и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Сохраненный код P2500 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил сигнал напряжения ниже ожидаемого от цепи управления лампой генератора, буква L просто повторяет схему управления лампой. Лампа генератора находится в панели приборов, его основная цель – предупредить водителя о потенциальных проблемах в системе зарядки, когда он горит. PSM обычно контролирует непрерывность цепи управления лампой генератора всякий раз, когда двигатель работает. Схема управления лампой генератора является неотъемлемой частью работы генератора и поддержания уровня заряда аккумулятора. Если при монетаринге цепи возбуждения генератора обнаружена проблема, будет сохранен код P2500 и может загореться индикаторная лампа неисправности – MIL, в зависимости от предполагаемой серьезности неисправности для освещения – MIL может потребоваться несколько циклов отказа, типичный генератор переменного тока, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P2500 может привести к различным проблемам с управляемостью, включая отсутствие запуска и, или разряд батареи, его следует отнести к категории тяжелых, каковы некоторые симптомы кода. Симптомы кода неисправности P2500 могут включать – загорание лампы системы зарядки Проблемы с управляемостью двигателя Непреднамеренное выключение двигателя Задержка запуска двигателя Другие сохраненные коды Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины этого кода могут включать – обрыв или короткое замыкание цепи управления полем генератора Перегоревший предохранитель или перегоревшая плавкая вставка Неисправный генератор Генератор неисправный PSM Ошибка программирования PSM Каковы некоторые шаги по устранению неполадок P2500? Для диагностики кода P2500 потребуется диагностический сканер, тестер аккумулятора, генератора, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник достоверной информации о транспортном средстве Проконсультируйтесь с вашим источником информации о транспортном средстве, чтобы узнать о бюллетенях технического обслуживания, TSB, которые воспроизводят сохраненный код, транспортное средство, год, марку, модель и двигатель, и обнаруженные симптомы Если вы найдете подходящий TSB, он может дать полезную диагностику Начните с подключения сканера к диагностическому порту автомобиля и извлечения всех сохраненных кодов и данных стопкодра Вы захотите записать эту информацию на всякий случай, если код окажется прерывистым После записи всей соответствующей информации очистите коды и проведите тест-драйв автомобиля Пока код не будет сброшен или PSM не перейдет в режим готовности Если PSM переходит в режим готовности, код является прерывистым, и его будет сложнее диагностировать Состояние, из-за которого был сохранен P2500, может даже ухудшиться Прежде чем можно будет поставить диагноз, если код сброшен, продолжайте диагностику Используйте тестер аккумулятора, генератора, чтобы проверить аккумулятор и убедиться, что он достаточно заряжен Если это не так, зарядите аккумулятор в соответствии с рекомендациями и проверьте генератор Генератор, следуйте рекомендованным производителям спецификациям в отношении требований к минимальному и максимальному выходному напряжению для аккумулятора и генератора Если генератор, генератор не заряжается, переходите к следующему этапу диагностики Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить виды разъемов, схемы контактов разъемов, указатели местоположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к рассматриваемому коду и транспортному средству Проверьте, есть ли напряжение аккумулятора в цепи контрольной лампы генератора, генератора, используя соответствующую электрическую схему и DVO-M Если нет, проверьте предохранители и реле системы и при необходимости замените неисправные детали Если на контрольной лампе генератора обнаружено напряжение, можно предположить, что лампа контрольной лампы генератора, генератора неисправна Если генератор заряжается, лампа контрольной лампы генератора, генератора работает нормально АП-2500 продолжает сбрасываться. Используйте DVOM для проверки предохранителей и реле блока питания контроллера. При необходимости замените перегоревшие предохранители. Предохранители следует проверять при нагруженной цепи. Если все предохранители и реле работают должным образом, необходимо произвести визуальный осмотр проводки и жгутов, связанных с контроллером. Вы также захотите проверить заземление шасси и двигателя. Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить местоположение заземления для связанных цепей. Используйте DVOM для проверки целостности заземления. Визуально осмотрите контроллеры системы на наличие признаков повреждения водой, нагревом или столкновением. Любой контроллер, поврежденный, особенно водой, следует считать неисправным. Если цепи питания и заземления контроллера не повреждены, следует подозревать неисправный контроллер или ошибку программирования контроллера. Замена контроллера потребует перепрограммирование. В некоторых случаях вы можете приобрести перепрограммированные контроллеры на вторичном рынке. Другие автомобили, контроллеры потребуют перепрограммирование на борту, которое может быть выполнено только через дилерский центр или другой квалифицированный источник. Если лампа зарядки не загорается при выключенном ключе, КОО, подозревают неисправность лампы контрольной лампы генератора, проверьте целостность заземления контроллера, подключив отрицательный измерительный провод DVOM к земле, а положительный измерительный провод к напряжению аккумулятора. Продолжение следует...